здравствуйте и позвольте разжечь неделю назад в свет вышло видео расследование алексея навального в котором он назвал имена своих потенциальных убийц именно тех кто отравил его как он считает по приказу владимира путина мнение алексея навального принято общественностью к сведению оно широко растиражировано оно понятно но есть и другие мнения и другие версии этого трагического события и с одной из таких версий мы сегодня вас познакомим я сразу же должен сказать что мнение интервьюируемого не совпадает не точнее не всегда не во всем совпадает с моим мнением и уж тем более с мнением редакции канала сотник тиви тем не менее мы обязаны давать высказаться всем сторонам которым есть что сказать по существу со мной на прямой связи известный расследователь блогер игорь мурзин игорь здравствуйте здравствуйте александр здравствуйте зрители для начала для начала я хочу вам задать крайне неприятный вопрос но я не могу его не задать поймите меня правильно я журналист это моя обязанность вы написали заявление в путинскую прокуратуру я хочу вот этот моральный аспект сразу же утрясти как это сообразуется вот с морально-нравственным морально-нравственными принципами все-таки путинская прокуратура это такой некий некий фашистский все-таки орган можно же было в какой-то не знаю следственный комитет германии там написать или что объясните пожалуйста почему именно в путинскую прокуратуру на самом деле это не совсем заявление а это расследование это расследование которое все ставит на свои места и на самом деле я бы хотел бы к этому вернуться чуть попозже чтобы как бы зрители вы понимали всю структуру что там написано и зачем было это написано то есть это немножко в таком тоне немножко извительным и скажем так это подстава против самого путина и против фсб на самом деле это и звучит именно так но это вы считаете это логичным писать в путинские инстанции абсолютно абсолютно это в том виде это заявление как раз в его духе о том что ну будет выглядеть крайне странно и нелогично со стороны путина если он проигнорирует это мое заявление в котором я прямо пишу а вы же там видели что там написано конкретно конкретно написано что я предлагаю привлечь господина навального именно по статье за отдачу заведомо ложному заявлению и я представляю доказательства и будет выглядеть крайне несерьезно и крайне нелогично да согласитесь со стороны путина если этого не произойдет то есть получается как же так он все это время утверждал что на господин навальный он является агентом неких разведок что это все ложь то что он делает это что он заявляет я представляю тому доказательства не просто об этом уже говорю да за господина путина представляю тому доказательства и будет согласитесь крайне странно а это будет именно в таком ракурсе и произойдет что мое заявление никто не заметит абсолютно никто что будто бы я этого не говорил ну хорошо давайте так сделаем мы сейчас с вами записываем это интервью для того чтобы она получила широчайшее распространение и дошло до господина путина и он наконец-то задал вопрос а что что он такого мурзин раскопал что мне теперь это попалось на глаза в чем вы обвиняете алексея на войну ну смотрите вообще это уже на самом деле третья часть да вот я вот прямо сейчас официально заявляю то что мы сейчас встречаемся то что мы сейчас говорим это третья заключительная часть итоговая которым я уже скажем меньше ссылаясь на детали потому что детали прозвучали в первых двух частях то есть первых двух частях я рассказываю предысторию как вообще пошел вот этот так называемое отравление новичком чего это все началось и кто это все придумал и рассказываю в том числе что все что началось это на самом деле стартануло еще с так называемое отравление господина кара мурзы то есть отравление скрипалей настоящее отравление скрипалей это естественное продолжение и сейчас вот Третья часть это как раз Навальный. А потом последовала вот вторая часть. Это как раз мое заявление генпрокурору Путину на Навального. И теперь третья итоговая, где я просто подвожу итог уже покороче. Так вот, объясняем, с чего все началось. На самом деле, все это заметно становится после последнего выступления господина Путина. Где, если внимательно приглядеться к нему, становится, по-моему, однозначно ясно и понятно, что все это выступление, четырехчасовое, наверное, оно было. Это пресс-конференцию вы имеете в виду? А? Пресс-конференцию вы имеете в виду? Да-да-да-да. Что все это было организовано с единственной целью, это как бы представить именно, что произошло с господином Навальным. И где ответ, прямо и однозначный, он только один. Что мы, я, Путин, белые и пушистые. А негодяи, подонки, мерзавцы, это вот все те, кто гонят на нас напрасленно. То есть, является Запад. И мы уже помним, что он уже миллион раз об этом сказал, что все это было подставлено Западом. То есть, мы возвращаемся, на самом деле, к истории все той же самой, истории сакральной жертвы. И я напомню зрителям, с чего она стартанула первый раз. А первый раз это все прозвучало еще у нас при убийстве Анны Политковской. Помните тогда, когда, вообще-то, убийство, уже многие забыли, но оно произошло в день рождения Путина. И все тогда представлялось именно, что кто-то специально организовал это в день рождения, чтобы как подарок Путину и якобы подставить Путину и России. И пытаясь подтянуть туда Березовского. Но в один прекрасный момент все это развалилось и, как говорится, пришлось отложить на потом. И следующий вариант был уже в 2012 году. Есть этот видео, которое лежит на Ютубе, где Путин лично выступал и лично говорил о том, что Запад, он спит и видит, как бы организовать провокацию с так называемой сакральной жертвой. То есть, он будет, попытается убить кого-то известного, известного оппозиционера, именно с тем, чтобы обвинить в этом Путина. И вот мы помним, и у меня, если вы знаете, расследование, оно прямо так и называется по убийству Немцова, оно называется сакральная жертва. И я представляю, я считаю, неоспоримое, бесспорное доказательство именно того, что все это начиналось для не под чеченцев, а как раз под Украину, под ее СБУ, чтобы подставить так называемую Украину. То есть, ну, там было сначала заявление еще летом, в 2014 году, что якобы на Немцова готовится покушение, о нем никто не знает. И следующим было как раз вот все, что стартануло, первый весь день, да, сразу же в день убийства, ну и буквально 2-3 дня, все, что там продолжалось, это говорилось об одном, что все это организовано Украиной, СБУ и в порядке сакральной жертвой. И чем кончилось, опять ничем, почему осталась жива Анна Дурицкая, то есть она уже как бы не подходила под вариант украинского, то есть был использован вариант Б, так называемый, да, чеченский вариант, все перевернули туда. И теперь вдруг мы видим уже третий вариант, да, то есть третий вариант непосредственно, это уже получается у нас, так называется, попытка убийства Навального. И снова говорится о чем? Ровно о том же. Мы белые и пушистые, это Запад. И что надо при этом понимать, да, а при этом надо четко видеть уже картину, что на самом деле третья попытка, как говорится, это как на Руси это положено, это финальная попытка. То есть господин Путин сидит 20 лет. И 20 лет мы вспоминаем, что за ним тянется весь этот ужасный шлейф. Как он пришел к власти? А вот ровно так. Взрывы домов. И следом все идут подряд убийства и преступления. Убийства, преступления, отравления и так далее. И каждый раз он говорит, что я белый и пушистый, но, как мы замечаем, тем не менее он не представляет никогда никаких доказательств. То есть наоборот, все доказательства, они идут ровно против него. И вот мы можем на сегодня представить, да, а вот обратный вариант. А что будет, если вдруг сейчас, если вот прямо вот сейчас окажется, что именно так и есть, что господин Путин ни в чем не виноват. А виноват всегда был Запад. Это он всегда подстраивал. Вы представляете, что произойдет? То есть Путин тем самым войдет в историю. То есть в этот раз сакральной жертвой станет именно он, сам Путин. То есть выяснится, что ни хрена себе 20 лет действительно Запад, всякие там разные разведки, они все клеветали на Россию с одной единственной целью, чтобы опорочить его, Путина. То есть все эти скрипали, все эти взрывы домов, все ложь. Все это Запад все эти 20 лет придумывал и обманывал. А настоящий Путин, вот он белый и пушистый. И он ни в чем никогда не участвовал. То есть произойдет, как говорится, такой кардинальный поворот, как говорят юристы в данном случае, который перечеркнет вот этот весь 20-летний шлейф убийственных преступлений. Я немножко запутался, уважаемый Игорь, я немножко запутался. Вот вы несколько раз сказали, что Путин не виноват, он белый и пушистый. А кто виноват в отравлении Навального? Там же целое расследование. Он показал даже лица тех, кто за ним следил. Три с половиной года, говорит, следили. Не иногда даже пытались стравить. Вот его жену Юлию чуть не отравили и так далее. Вот с этим как быть? Александр, я на самом деле уже подробно-подробно об этом рассказал. Просто это в предыдущем интервью, чтобы я к этому не перескать. Но я могу повторить, если хотите. Ну давайте кратко, кратко вот повторите. Что случилось с Навальным на самом деле? Кратко повторите свою версию. Если кратко, то эта вся история повторяется уже в кейсе Немцова. Там все то же самое, один в один. И там то же самое вот эти вот люди, которые следили, и которые там. Там есть три тома, представляете? Три тома биллинговой связи, где якобы вот их ищут. Вот таким вот хитрым путем какие-то схемы. Но выясняется в конечном итоге, как это ни странно, что всех этих чеченцев нашли совсем по-другому. Что их еще нашли ровно до того, как их стали искать по этим биллингам. То есть уже на второй день, когда был переброшен вот этот, появился этот вариант чеченский, когда встретился господин Прохоров с высшим руководством ФСБ МВД. И решили, а что если чеченцы? И там прозвучала фраза, нет, это не чеченцы, а кадыровцы. То есть искали людей, не просто людей, которые связаны как-то с Кадыровым, а именно кадыровцев, они компактно проживали по адресу рядом с господином Кадыровым. То есть никто об этом не знает, но на суде тот же Прохоров, он известил общественное, что Кадыров, семья Кадырова и сам Кадыров, они проживают в Москве по адресу улица Верная, дом 30, корпус 2. Так вот, господин Дадаев, якобы признанный убийца, он проживал по дому корпус 3, ой, дом 3, корпус 4 по улице Верной. А господин Геремеев, якобы его начальник, он, значит, который все это организовал, он проживал по улице 46. Все это по улице Верной, да, то есть компактно вокруг господина Дадаева. То есть вот это выбраны были люди вот таким абстрактным путем и уже 2 марта, 2 марта, я подчеркиваю, уже есть в деле эти данные, указывающие на вот этих якобы убийц, уже побежали снимать так называемые видеозаписи, где они были и что они делали. Уже 2 марта, тогда как нашли их якобы 6, вот после этих всех биллингов. То есть здесь все ровно то же самое, это, то есть если говорить вот об этих людях, это понятно, что это так называемое обеспечение Навального, которого на самом деле занимается его прикрытием. Никакие это даже не те, кто за ним следят, а те люди, которые должны были в случае чего. Понятно, что если предполагать, что господин Навальный он агент, именно агент и ФСБ, и Путина, то в этом случае что происходит? Многие же об этом не знают, и с ним могут случиться всякие приключения. Помните, которые были на первых порах, что там какие-нибудь казаки попытаются его ногайками отстегать, кто-то в глаз ему попытается выколоть или еще что-то. А каждый днем, каждым днем нужно понимать, что стоимость Навального, она прирастает. Это если как ценный фонд его учитывать, да, как актив, она каждый день растет. И потерять его, вот если какой-то идиот, да, попробовать что-либо с ним сделать, это будет очень неприятно для господина Путина. Поэтому вот эти вот люди, они именно за ним и бегают. Это что-то вроде тревожная кнопка. И совершенно четко можно предположить, что время доезда у них, норматив, 30 секунд максимум. Не дай бог, кто-то там, какая-нибудь сволочь, попытается поднять руку на Навального. Они приедут 30 секунд, и люди эти вооружены, серьезно вооружены. Можно в этом не сомневаться, и разберутся в 2 секунды. Можете журналисты это испытать, увидите сами, чем это для вас закончится. Попробуйте там инсценировать, типа нападение на Навального, чем это все для вас выйдет. То есть это все, вот эта история, это все уже известно, это все понятно, почему я не хочу об этом говорить, потому что это как бы отвлечение просто, ну, глупости. Даже вот рассматривать все это расследование Навального, по-серьезному, это просто смешно. Там не хватает огромных блоков, понимаете. Так, секундочку, ну травили его или не травили? Там же была потеря сознания, там омские врачи над ним колдовали, там самолет посадили в Омске специально, чтобы человек не умер. Он же там серьезно же в кому впал? Это все ложь. Это все ложь. Есть у меня экспертная параллельно, я еще веду, скажем так, заключение экспертов, врачей, которые дают полное представление о том, мог ли господин Навальный попасть в кому. То есть оно достаточно объемно большое. И вот их утверждение такое, что господин Путин, он прав, что это симуляция. В том плане, что Навальный и не мог попасть, и не был в коме. То есть момент, когда он поступал непосредственно в Омску больницу, он был в сознании, это абсолютно точно. Потому что анализы, которые показывают и которые представлены, они не дают основанию утверждать, что Навальный при таких анализах мог попасть в кому. Что такое кома? Это патология. То есть человек, когда попадает в кому, это бессознательное состояние вызвано определенной патологией, когда организм реагирует так или иначе на какую-то проблему с ним случившуюся. Так вот, такой патологии у Навального не было. И как оценивают это эксперты, это называется состояние, в котором был господин Навальный, седация. Так называемая медикаментозная седация, в которой господин Навальный был приведен в ночь на 20 и 21 число. Все, что было до этого, господин Навальный был в сознании. Более того, я имею доказательства того, что господин Навальный 20 числа общался со своей женой, как ни в чем не бывало. И он об этом сам может подтвердить, если вы зададите ему напрямую этот вопрос. И прямо так и скажете. А вот Мурзин говорит, что вы общались со своей женой 20 числа и были в сознании, и это все ложь. А вот послушайте, что он вам ответит. Будет очень интересно это услышать. Потому что я обладаю достоверными сведениями и готов их представить, кстати, тем же самым следователем. А я прошу, чтобы меня допросили и готов представить эти доказательства. И в случае чего они могут мне, пожалуйста, я отвечаю за достоверность. Если я говорю, что если вы докажете, что это не так, значит, это будет ложный донос. Я готов нести ответственность за свои слова. Так вот, я еще раз утверждаю, что господин Навальный не был ни в каком, ни в бессознании, ни в коме. То есть он ни разу не был в коме. Все, что это называется, это медикаментозная седация. Когда путем лекарственных препаратов его лезли так называемое состояние сна. Тогда никакой патологии, которая именно называется. Вот вы можете уточнить у врачей, что такое кома, чем кома отличается от седации. А вот тема отличается, что при коме это должна быть определенного рода патология, когда человек чем-то страдает. И это реакция организма. Пока можно симулировать отравление новичком. Вот вы мне скажите, это организация по запрету химоружия, ОСХО. Это лаборатория Бундесвера. Лаборатория шведская. Лаборатория французская. Они сказали, что обнаружено вещество, которое может быть использовано при производстве знаменитого этого отравляющего, боевого отравляющего вещества, новичок. С этим как быть? Ну, опять мы перепрыгиваем. Но давайте об этом я вам скажу. Я напомню, что говорит сам Навальный про себя. А Навальный утверждает три вещи. Первое, что он был отравлен боевым отравляющим веществом. Вторая вещь, о которой он говорит, что он был отравлен новичком. И третье, о чем он говорит, что он был отравлен. Тогда как, на самом деле, если мы прочитаем единственный документ, который процитируем даже, из которого следует вот то состояние, в котором был Навальный, там ничего нет этого. Это все ложь. И на самом деле, давайте я тогда вам его процитирую, как он звучит. А вот слушайте, как он звучит. Результат анализа, проведенного назначенным АЗХО-лабораториями, подтверждает, что биомаркеры ингибиторы холиностераза, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков А1А14 и А1А15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам в конвенции в ноябре 2019 года. Непосредственно обнаруженные ингибиторы холиностеразы не включены в список приложения по химическим веществам и конвенциям. То есть, если посмотреть внимательно, то получается, что кто-то и очень сильно лгал, и кто-то сильно исказил настоящую информацию. То есть, настоящая информация, и о чем, кстати, если внимательно прислушаться, как раз сильно возмущается госпожа Захарова, господин Путин, господин Песков. И они абсолютно справедливо возмущаются. А каких таких, извините, нахрен веществах боевых отравляющих вы говорите, когда АЗХО ничего такого не говорит? И, из чего вы это взяли? Более того, там, если разобраться, нет даже слов таких. Вот, опять-таки, многие журналисты, они используют еще вот такое выражение, что там не был, да, использован новичок, но было использовано вещество, схожее по характеристикам. А вот это снова вранье, поскольку там речь шла о веществе, которое не по характеристикам схожим, а по структурным характеристикам. А это юристы очень четко понимают разницу между первым и вторым. Это я попробую вам объяснить, чем примерно отличается. Это то же самое примерно, как человека год кормить черной укрой, да. И вы представляете, если человек год кормить только одной черной укрой, то он, извините, какать будет исключительно вот веществом, которое по структурным характеристикам будет соответствовать именно икре. И понятно почему. Потому что он ничего другого не ест. То есть вся структура, то, что будет из него выходить по характеристикам, оно будет именно соответствовать черной икре. Но только по характеристикам оно совершенно не будет соответствовать, да. То есть понятно, в чем разница. То есть вы можете есть икру схожую по характеристикам, вот как черную. Она по запаху, по вкусу, все похоже, по характеристикам, очень совпадает. Но вот по структурным характеристикам, когда вы говорите, это может быть совсем другое. И об этом я скажу. Путин как раз в разговоре с Макроном, он говорил ровно об этом. Ну давайте тогда я скажу об этом, о чем говорил Путин. Чтобы вы имели представление. То есть вот с одной стороны, смотрите, есть позиция сторон, есть позиция стороны господина Навального. И он твердит и орет все время об одном и том же. Что он был отравлен, что он был отравлен, что он был отравлен боевым отравляющим веществом. И что это был новичок. И это ложь. Понимаете, абсолютно наглая ложь. Ничего такого. Там люди аккуратные и юридически подкованные. Поэтому там пишут совершенно четко, юридически правильным языком. То есть говорят ровно то, что есть. И теперь слушаем, что говорил господин Путин. То есть тоже приводят некие вырезки из его слов. Но на самом деле его слова были намного больше. То есть намного больше информации. Цитирую еще раз. Вот что он говорил. Алексей Навальный. Интернет-симитияно-шантажист. Он уже не раз симулировал разные болезни. Что он сам мог проглотить яд. Все это помните, да? Это все писалось об этом. Что новичок, которым якобы отравили оппозиционера, имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. Чувствуете разницу? Что новичок, которым якобы отравили оппозиционера, имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. То есть он именно говорит вот в этих рамках, о которых говорю я, что то вещество, которое нашло АЗХО, это ровно оно и есть, оно структурно похоже, но это совсем не новичок, понимаете, то есть это в том числе может быть некие фосфорные яды, всем известные, пестициды, да, так называемые, они ровно такие и есть, да, то есть они структурно похожи, но они не являются ядами вот этими опасными, именно поэтому они не входят в этот список. А нахрена их туда, извините, вносить, если они вообще практически безопасны для человека? Но структурно, еще раз повторяю, они относятся именно вот к этим ядам фосфор. И также он еще, напоминаю, что он еще объяснил, да, он еще, да, сказал, что один из разработчиков вещества живет в Латвии, поэтому может оказаться, что случившееся с Навальным может быть связано с этой стороной. То есть я предполагаю, что это вещество, вот этот пестицид, он мог разрабатываться в Латвии. Также Путин сообщил, что господин Макрон отказывается им предоставить материалы, да, материалы дела и, в смысле, по отравлению Навального, которое было зафиксировано там, в этих лабораториях. И в связи с этим якобы не может быть назначено уже уголовное дело здесь. Но ведь Навальный же абсолютно прав, он говорит, у омских врачей полно моих материалов, моих биоматериалов. Вот мы к этому сейчас, да, давайте я еще добавлю, что вот это как раз самое главное, о чем вы заметили. И вот этот момент, на самом деле, то же самое Путин говорил и Макрону. О чем он говорил? А он говорил вообще такая просто безумная вещь, о чем он сказал и Макрону, и о чем он сказал на последней пресс-пранференции, уверяя, что он белый и пушистый. Я опять его процитирую, а он сказал так. Я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши приехали специалисты в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами и поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. Эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если там действительно криминальное событие. То есть он что предлагает Макрону? Он предлагает, извините, помериться одним местом. Он предлагает помериться с собранными биологическими материалами господина Навального. То есть если вы обратили внимание, в интервью BBC Навальный там вдруг такую фразу произнес, она звучит тоже так интересно. Он говорил о том, что в больнице Омской собрано море материала, просто море моей крови. Идите и берите и разбирайтесь вместе с ним. И сразу же возникает вопрос, простите, а ну откуда это знает, что там собрано именно море? А это ровно так и есть, я это подтверждаю, что там не одна, извините, какая-то там пробирочка лежит, а там ее море, десяток, там штук двадцать. То есть кто-то уже заранее подготовился именно к этому, именно помериться одним местом. То есть что предлагается? Вперед. Вот наша кровь, да, точнее кровь господина Навального. Пожалуйста, садимся напротив ваших экспертов, напротив наших экспертов. Любые лаборатории мира, а заход там межгалактический. Все, пожалуйста, садитесь, получите кровь Навального. Это примерно то же самое, да, как и с допингом. Представляете? Вот все, кто эксперты по допингу, они прекрасно знают, что подделать там ничего невозможно. То есть все, что там есть, кровь, это генетический материал. Не ДНК, вы ничего с ним не можете сделать, вы не можете там убрать какое-то лекарство, добавить какое-то лекарство. То есть вы ничего, вы можете только разбить пробирку и все, и на этом, как говорится, закончено. Но если только это вещество, собранное в пробирке, оно попало экспертом, то дальше оно будет безупречно четко все. И никто не сможет сказать, что, допустим, у Путина материал, собранный в больнице, он каким-то образом фальсифицирован или поддельным. Это невозможно. Игорь, но у меня в любом случае, у меня вопросы остаются, море вопросов. Как быть с другими отравлениями? С отравлением Карамурзы, с отравлением Петра Верзилова? Они тоже, это тоже была инсценировка или они все-таки имели место быть? На самом деле, бесспорно, это все было, все, что касается отравления Скрипалей, это бесспорно случай именно отравления. Почему? А потому что там были клинические признаки отравления. Понимаете? То есть не надо путать две вещи. Есть понятие, что такое отравление вообще, как таковое. У юристов еще оно состоит. А вот два элемента там должно быть. Обязательно два. Причем главное не само вещество, которое вы нашли в крови. А главный элемент – это клинические признаки отравления. Вот то же самое, что и про опьянение говорят, да? То есть вы можете получить вот этот вот признак, да? Там, я не знаю, вы неустойчивы в позе Ромберга, там пальцевые, там дотронуться носа вы не можете. То есть это все признаки опьянения. То же самое есть клинические признаки отравления в данном случае, да? То есть они на первом месте идут. Не само вещество. И поэтому, когда мы говорим, допустим, о отравлении Скрипалей, отравлении Кивелиди, отравлении там вот всех, которые там вот так или иначе связаны с печком и которые умерли, это бесспорно было отравление, потому что почему-то все, что касается Навального и все, что касается Кормурзы и Верзилова и так далее, там есть, возможно, там находилось какое-то вещество, а в случае с Кормурзой и вещества даже не нашли, но неважно. Но в любом случае не было клинических признаков, подпадающих в данном случае вот под новичок, как так называют. То есть это все абсолютное вранье. То есть с этим надо разбираться, с этим надо докапываться. И, соответственно, еще раз говорю, в чем сильна позиция Путина? Позиция Путина, что, еще раз говорю, то, что у него есть биологический материал, с которым он готов встречаться с господином Макроном, с господином Меркель, это убийственный козырь, бесспорный козырь, который невозможно перебить никак. То есть если вы сядете напротив него и, соответственно, проведете экспертизу того вещества, о которой было взято, в смысле крови, в больнице Умска, что вы обнаружите? А вы обнаружите то самое вещество, которое нашли в лаборатории ЗХО, бесспорно. То есть оно там будет. Но только что это будет? В том-то и дело, что если в первом случае там были какие-то элементы, которые невозможно выйти непосредственно на новичок, то вы на самом деле уже найдете то самое вещество, о котором говорил Путин. То есть что это не отравляющее вещество по характеристикам близко к новичкам. А что же это было? Чем отравился тогда Навальный? Он ничем не отравился. Он не был отравлен вообще. И все вот эти мои две предыдущие части, они посвящены этому. Представление доказательств, почему господин Навальный не был отравлен. И на самом деле, если вы посмотрите вот этот вот документ внимательно, который представил сам господин Навальный, он сам об этом пишет. Вы просто об этом не заметили, этого не знаете, потому что вы не эксперт. Я эксперт, и я это вижу сразу. Почему? А я привожу вот это вот, там есть такая небольшая ссылочка, да, где он утверждает, что на самом деле он был отравлен до 0 часов 44 минут, то есть следующего дня, да. То есть, условно говоря, он был отравлен 19 числа. Вы можете такое представить? То есть, я смеялся еще 17 сентября, когда вдруг выяснилось, что Навальный был не отравлен не в кафе, да, в аэропорту. Оказывается, он был отравлен еще раньше, когда он вышел из номера своего, да, утром. Он якобы отпил из бутылки. И вот в этот момент отравился. То есть, прошло вообще три часа. Представляете, три часа прошло до того, как он прочувствовал себя плохо. Ну да, двоюродный брат Ким Чен Ина, по-моему, через 10 минут умер, или через 15 минут, когда его там на ряском трава нылили. И умирают в момент практически. В этом и есть прелесть новичков и веществ близких по характеристикам. Не по структурным, а по характеристикам. Люди умирают практически сразу. В этом их аппликатное существо заключается, что умирает сразу. Но вначале это было, отложилось как бы на три часа. Но теперь господин Навальный, он что заявил? А это вообще сумасшествие. И никто этого не заметил. А он заявил о том, что он отравлен был 19-го числа. 19-го числа. Можете это представить? Практически за 12 часов до того, как он стал плохо. То есть, в теории, даже если предположить, что это было, я не знаю, через кожу или еще как, но это бред сумасшедшего. Но даже отравление грибами быстрее действует, в принципе. Абсолютно. Да. И теперь вдруг он заявил это сам. Вы представляете, он сам это заявляет. То есть, он убил на корню, вообще это не Путина, он убил на корню, а он убил на корню как раз Макрона и Меркель. Он их просто, извините, угрохал, просто вот в нолях акции поставил. Потому что ничего себе признанится. Он заявляет о том, что его отравили за 12 часов до того. Так вот, теперь выясняется еще это. Мне было известно, почему я об этом тоже пишу. Это вы об этом не знаете. Об этом знает кто? Об этом знаю я, об этом знает Путин, об этом знает Маша Захарова. О чем они знают? Они знают о том, что господин Навальный яд принял сам. Именно тот самый яд, который фактически ничего не может, никаких реальных клинических признаков отравления он не приводит. Почему? Потому что он очень слабенький яд. Вот это пестицид. Какой-то из пестицидов, который был в примеси того самого алкоголя, который он употреблял с Ильей Ковтанчиковым. Он просто об этом ничего не пишет. В его расследовании об этом ничего нет. Но зато об этом пишу я. О том, что он вот эту всю часть упустил. Про ту самую бутылку, с которой он приехал. То есть вы никто не знаете. А, допустим, в Германии об этом прекрасно знают. Что та самая бутылка, она не была в его номере. Вот просто так лежала и дожидалась, когда за ней придет Маша Певчих и заберет ее. Ни хрена подобного. Эту бутылку Навальный привез из поездки. Но почему-то не рассказывает, откуда он ее привез. Вы ведь слышали вот такой интересный, славный такой довод, который вообще все переворачивает. Так вот, есть материал их дела, из которого однозначно следует, что Навальный приехал с этой бутылкой. И как раз вот он известен точно так же, что в него яд, так называемый, попал в промежуток времени между 21-30 и 22-30 19-го числа. То есть, а теперь еще больше представьте, еще больше удивитесь, что получается, что Навальный не просто через кожу, не просто вот через руку, а он принял ее перорально, так называемую. То есть вовнутрь вот так вот взял, выпил и она попала в нее внутрь. Можете ли вы себе такое представить, что, а почувствовал он только после того, что он выпил, через 12 часов. Нет, это абсолютная ложь и абсолютное вранье, понимаете? Это говорит о том, что Навальный фактически просто фейсом об стол рубит всех и вся. И ЗХО, и Германию, и клинике Шрите. Он всех убивает просто одним вот этим своим признанием. А зачем он это сделал? Вот можно понять, я хочу просто понять логику тогда этого человека. Зачем ему это понадобилось? А вот логика в этом вся и заключается. Ровно после этого момента, как Навальный сделал это признание, Путин стал белым и пушистым. И получается ровно то, о чем я вам говорю. Что 20 лет все люди врали про него, понимаете? А получается ими так, что все врали, что он убийца, что он серийный убийца, что он взрывает дома и так далее. Что все вот эти шлейфы за ним идет. Это все заслуженный шлейф. А получается сейчас, вдруг в конце его правления, возможно, Путин собрался в 2024 году уходить. Так вот он уйдет ровно с этим, что на самом деле все все врали про него. И это выяснится вот ровно в тот момент, когда в конце концов на его условия Путина согласятся. Он привезет пробирочки, пробирочки из Омской больницы и попросит представить пробирочки из клиники Шарите. Вот те самые, которые привели к выводу тому, что господин Навальный был отравлен тем самым веществом. Во-первых, это якобы боевое отравляющее вещество и что это новичок. И там попробуют выяснить другой вопрос, который тоже никто не замечает. Это речь так называемая идет, что такое ингибитор холинестеразы. А это вот вещество, вот этот сам яд, это именно он и привел вот этому клиническим признакам отравления, да, которым называется ингибитор холинестеразы. То есть он понизил господину Навальму уровень содержания холинестеразы в корове. И это стало заметно. Так вот, разница между тем кровь, которая приедет из больницы, из Омской больницы, и той, которая в клиниках АЗХО, она будет в одном, а будет именно в том, что в ней, в тех анализах, которые приедут из России, в ней не обнаружатся как раз ингибиторы вот этой холинестеразы. И об этом мы и врач Мараховский заявляли уже не раз. Вы просто этого не замечаете. Я это замечаю как эксперт. Что они утверждают и представляют документы о том, что перед тем, как Навального отправили самолетом в Германию, у него уровень холинестеразы был в полном порядке. Есть анализы? Пожалуйста, они представляют. Но, как говорится, это только бумажка. А плюс к тому, у них есть еще сама кровь. А вот это уже серьезно. Это уже действительно самый серьезный документ. Если только выясняется, что в крови Навального перед отлетом в самолете действительно уровень холинестеразы был абсолютно нормой, это значит, что он не был отравлен. А то, что он не был отравлен, он уже подтвердил сейчас в расследовании, он не был отравлен. Если бы он был отравлен, он бы там, извините, позал бы... Вот сейчас, секундочку. Сейчас, одну секундочку. Но вы противоречите, получается, самим себе. Если это спецзадание Навального сделать Путина белым и пушистым и угробить репутацию Макрона, ОСХО, Ангела Меркель, если вот в этом, то я вижу здесь противоречие. Зачем же он тогда сейчас обвиняет ФСБ и Путина в том, что они его отравили? В чем это же противоречие? Так в этом и есть. А смотрите, что сейчас происходит. Вот, допустим, со мной и что происходит с вами. Вы видите, вот, допустим, зайдите ко мне в Фейсбук и почитайте, что мне пишут так называемые граждане-почитатели Навального. Вот они ровно это и задают вопрос. Да ты чего? Да ты ненормальный. Да ты псих. Такого не может быть. Навальный – это наше все. Ты негодяй и подонок. А ты вместо того, чтобы говорить то, что ты сейчас говоришь, ты должен признать, вот ровно это ты и должен признать, что вот же, он же обвиняет Путина, что тот подонок, что тот его отравил. Но только я им всем, вот как раз и вам в том числе и отвечаю. А зачем я это сделал? Зачем я написал генпрокурору? А ровно для того, чтобы вы увидели, чем это все закончится. Что Путин в данном случае, он должен что он сделать? Он должен именно признать то, о чем я говорю. А это бесспорно. Он сам об этом говорит и я об этом говорю. О том, что господин Навальный не был отравлен. Но вы меня прервали. Я не досказал главную мысль. Что главная идея – после того, как анализы сойдутся, условно говоря, когда просмотрят кровь Навального там, которая была в СХО и там, которая была в больнице, и выяснится о том, что господин Навальный был в абсолютном порядке. И дальше возникает вопрос. А вот тот самый, который задает все время Маша Захарова и то, что задает господин Лавров. А в этом случае сразу становится непонятно, а как это, извините, могло произойти. Если господин Навальный выезжал, вылетал в абсолютном порядке, как могло получиться, что когда он прилетел, у него вдруг понизился уровень холестераза? Как это возможно? И как возможно вот эти вот отличия с крови? А это возможно только одним. И получается, что господин Лавров и Маша Захарова непостижимым образом являются правы. Что получается, что так и есть, что Путин белый и пушистый. А отравила его какая-то разведка, хрен его знает, кто с горы, какая-то Германия и так далее. Потому что, и опять-таки я подчеркиваю, потому что, когда Навального выпускали, он был абсолютно здоров. Уровень холестераза у него был в абсолютном порядке. Но когда он прилетел, у него уровень понизился. Как это возможно? А значит, кто-то ему его понизил. Либо он его отравил специально, ну либо каким-то еще иным способом. Медикаментозным, возможно, понизил ему уровень холестераза. И что получилось? А вот получилось ровно то, что получилось. Что Путина все обвиняют, что он негодяй, поддонок, травил Навального. А на самом деле, вот в конечном итоге выяснится, что ровно наоборот. Путин действительно получается никого не травил, а травил кто-то в самолете его. И когда господин Лавров, вы тоже не замечаете, он говорит серьезные вещи. Он говорит, что есть все основания полагать. Понимаете? Так просто никто не говорит. Когда люди говорят, есть все основания полагать, это значит, они располагают серьезнейшими документальными доказательствами. И еще раз повторяю, эти серьезнейшие документальные доказательства, они есть у Путина, они есть у Ларова, у Захаровой, и они есть у врача Мураховского. Они собраны в больнице этой Омской. И стоит только их предъявить, стоит только Путину сесть напротив Макрона и Меркель, и сразу все станет выясниться. Абсолютно именно то, что я говорю. Что, во-первых, в анализах Навального, да, найдется то самое вещество, которое на самом деле относительно безопасно. Это не новичок, это не яд. А вот ровно, как говорит Путин, это немножко другая формула. Один момент. А второй момент найдется то, что кто-то подставил, ну, якобы так получается, что кто-то пытался подставить Россию и пытался подставить Путина. И что отравил, получается, кто-то иной. Вы представляете, какая это бомба? Так вот, выяснится, это ровно это. И давайте этого будем ждать, потому что я стопроцентно знаю, что я не ошибся. Я знаю все, что там произошло вот от и до, понимаете? То есть, ну, просто люди, как говорится, знаете, все, что касается моих текстов, моих разговоров, люди, они все говорят много букв. Мы не можем читать такие длинные тексты, немного читать тогда, где я представляю всегда. Много доказательств, много ссылок. Ну, поскольку я юрист, я по-другому не могу. Люди, простые обыватели, они не могут этого ничего читать. И поэтому они как бы за глаза говорят, ну, мы тебе не верим, мы верим Навальному, слава богу. Но... Потому что Навальный не пишет много букв, Игорь. Навальный не пишет много букв, он делает много красочных видео, ролики, его все. И они сделаны действительно профессионально, они сделаны очень презентабельно, ярко. И, конечно же, люди смотрят, у них чавка отъезжает, и они говорят, ну, все, Навальный был отравлен. А вам, Игорь, они не верят, потому что много... Ну, давайте я тогда немножко вам скажу из того, что я сказал раньше уже, по поводу того, что говорит Навальный. Давайте пять минут. Пять минут буквально, потому что времени уже... Да, все, что говорит Навальный, это все чудовищная ложь. И в том числе, вы же обратили внимание, сколько раз он уже успел прокричать, какой диабет, какой панкреатит. У меня не было ничего. Все вранье, я был абсолютно здоров. Обратили внимание, сколько раз он об этом сказал? Так вот, я готов вам сбросить скриншоты с его последнего интервью, где он общался на их Москве. Вот обратите внимание, не знаю, видят зрители или нет, вот я сейчас сделаю. Вот смотрите, что я сделаю. Видите, я вот смочил губы язычком. Видите, вот я смочил губы язычком. Вот мы с вами говорим, вот сколько там, 40 минут. Или я могу час говорить, два часа, три часа, и я ни разу не потянусь за водой и не буду пить воду, да, и не буду смачивать губы. Потому что у меня нет проблем в этом. Так вот, у Навального, если обратили внимание, там я вам скину вот эти две фотографии, в течение двух минут, когда вот на нем стояла камера, он успел два раза отпить из кружки и два раза облизнуть губы. О чем это говорит? Это диабет. Причем серьезный, очень давний диабет. То есть, Навальный страдает диабетом как раз по первому типу. В том плане, что он, скорее всего, сидит на инсулине. Понимаете? То есть, человек уже серьезно давно сидит. И любой эндокринолог вот посмотрит на него, а я являюсь специалистом и по этой теме, в том плане, что я много работаю с врачами, я много вижу все вот эти тонкости, детали, о которых простой обыватель не видит и не замечает. И он автоматом скажет, что не, ребята, человечек-то давно болен. И в том числе, вот если брать, да, опять-таки, у него в диагнозе написано, болен хроническим панкреатитом. И при этом тут же добавляет о том, что он якобы сидел на диете для похудания. И снова дебилизм, да, в каком плане? Потому что хронический панкреатит, вот наберете в интернете, наберите похудание. Как набрать вес при хроническом панкреатите? А что такое? Эта болезнь ровно в том и заключается, что человек не может усваивать пищу, да, у него страдает поджелудочная железа, не вырабатывает ферменты, и часть пищи не усваивается. Все, что касается жиров и белков, они не усваиваются. Усваиваются только углеводы. То есть, одна треть только пищи усваивается. И человек теряет вес. То есть, видно, что когда перед, скажем, так называемым отравлением, вот если вы посмотрите видео эти из Томска, насколько он худ. Он там весил, как блеста, извините, он там весил, я не знаю, килограмм 60 максимум. Он, наверное, весил в школе столько. Он потерял вес, потому что он серьезно болен. Известно. И в медкарте у него написано ровно это. И в клинике Шеретте его лечили ровно от этого. От диабета и от хронического панкреатита. Сейчас секунду, еще один вопрос. Вы помните, в 2019 году у него была аллергическая реакция. По-моему, он где-то в следственном изоляторе находился. А это что было? Да. Это как раз проявление панкреатита. Если вы посмотрите это и наберете, это вот все эти аллергические реакции, это все ровно от него. То есть, он уже тогда болел панкреатитом. И вы можете спросить вот у врача, а уже многие на это обратили внимание, что того врача, которого он поздравил с его спасением, немецкого врача, он лечит, не токсиколог, он лечит именно болезни, связанные с панкреатитом, осложнение панкреатита и диабета. То есть, он лечил его от болезни ровно те, о которых говорил доктор Мураховский. И доктор Мураховский прямо об этом тоже подтверждает, что... Так спросите, получите документы из клиники Шеретте, вы все увидите, от чего лечили. Я писал в клинику Шеретте, мне не ответили, честно говоря. Они не ответят, почему? А потому что, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем я уже это сказал. В этом, собственно, и заключается финт, придуманный Путиным в отмывании. За счет чего невозможно возбудить уголовное дело Навального. В смысле, по заявлению Навального. А ровно потому, для того, чтобы возбудить уголовное дело, для этого должны быть предоставлены документы, подтверждающие отравление. В данном случае из клиники Шеретте. А кто блокирует их? Само нормальные блокируют. И об этом и Лавров, и все говорят. Что кто блокирует? Единственный человек, который не дает направить материалы дела по тому... А чем его отравили-то? Как определить, что тебя отравили? Тем более, что Омская клиника говорит, что нет, он не был бы отравлен. Его болели, его лечили от диабета и панкреатита. Говорят, хорошо, вы говорите так, ну вперед, давайте теперь вы представьте документы. А те клиники Шеретте говорят, а мы не можем представить, потому что заблокировал нам Алексей Анатольевич Навальный. Так вот я и решая вот этим своим заявлением, как говорится, расставляю все точки нады. Потому что как только вы возбудите дело против Навального за мошенничество и за ложный донос, автоматом клиника Шеретте в этом случае обязана предоставить вам документы уже по материалам дела. А на каком основании не предоставят их? Ничего себе, мы заявляем о том, что Навальный жулик. И что он врет о том, что якобы его отравили. А на самом деле его лечили от диабета и панкреатита. Представьте нам документы, мы проверим. Игорь, теперь последний вопрос. Теперь последний вопрос к вам. А Навальному-то это было зачем? Ровно потому, что почему все говорят, что я на стороне Путина, я на стороне ФСБ. Вот это мне сейчас просто зайдите ко мне в Фейсбук. И вот после того, как я это излагаю, все мне пишут, что я негодяй, я подонок. Так ровно потому, что я отвечаю, нет, друзья мои. Так Навальному это нужно ровно потому, что он из команды Путина и из команды ФСБ. Он работает на Путина. И подставу, которую он организовал в своем расследовании, вот для чего он это сделал? Опять-таки, зачем ты это написал, Алексей Анатольевич? Зачем ты это написал, что якобы ты отравлен был 19-го числа? С какой целью? А ровно для того, чтобы сделать Путина белым и пушистым и подставить Меркель и Макрон. Но тогда у меня другой вопрос. Уже вообще последний. Но почему тогда, если Навальный свой, если он дорогой агент Владимира Владимировича Путина, почему имя Навального застревает у Путина в горле? Ну, подождите, Путин же, он большой артист. Вы не знали, что он артист всех театров. А как еще-то? Именно он произносит, именно с таким вот опломбом, чтобы все думали, что он на самом деле вовсе не свой. А на самом деле он ровно из одной лодки, как говорится, и ровно из одной башни. То есть я более того скажу, что если там, представьте, есть две башни, в одной миллион человек, а в другой сто человек, в которой Путин, так вот Навальный ровно из той, где Путин. Вот если там сто человек, а в другой миллион, ровно в этой вот как раз компании, вместе с Путиным, чтобы вы понимали. Мы когда-нибудь узнаем правду об отравлении Навального? Что? Мы когда-нибудь узнаем правду об отравлении Навального? Я вам правду рассказывал. На самом деле, правда, она вылится очень быстро. В каком плане? А вот в том, что Путин никак не проагирует. И я собираюсь каждый день его об этом предупреждать. Владимир Владимирович, я направил вам к генеральному прокурору письмо, когда будет возбуждено дело, уголовное дело, просит фальсификация, якобы отравление. Вы сами об этом говорите, а я представил вам документальные доказательства, бесспорные доказательства. Почему нет до сих пор дела? Это вот и является основанием, доказательством того, что Навальный ровно из той же кубочки. Они будут не замечать моего, ну, как это всегда было, ровно так же, как и с кейсом Немцова. Я же писал уже, десяток направил генпрокурору заявлений об убийстве Немцова. Представил много доказательств, сотни доказательств. И какая реакция? Ноль реакции. То же самое здесь будет. А как вы думаете? Игорь, пока мы с вами тут общались, Алексей Навальный выпустил еще одно резонансное видео, на котором он прямо на видео раскалывает одного из своих предполагаемых отравителей, некоего химика господина Кудрявцева. То есть все получается? Вся ваша стройная теория летит в тартарары? Комментируйте, пожалуйста. Да ладно, не смешите меня. Помните, для дилетантов вот это как бы они такое смотрят с удовольствием. Но профессионалы от такой лажи просто умирают от смеха. Очень простое, как это все можно проверить, да, то, что это лажа. А как говорят адвокаты и юристы, любое доказательство, оно должно быть допустимо и относимо. То есть для того, чтобы данную видеозапись любой суд, любая там, я не знаю, где-то следствия, приняла бы производство, да, и посчитала это не, скажем так, не фабрикацией, не постановкой. Для этого нужны определенные условия, чтобы были соблюдены, да. Вы обратили внимание, что там постоянно он как бы снят, вот этот видеоролик с нескольких камер. Обратили внимание, что как бы там все время скачет картинка. То с одного ракурса его снимает, то с другого. То есть вроде бы текстовка одна и та же идет, но он с разных камер. То есть там снимают минимум с трех камер получается, как бы его. А как это возможно? И, кстати... Но они готовились, они поставили несколько камер, ну что, вот готовились люди. Так вот в этом случае, понимаете, чтобы правильно, правильно говорить, для того, чтобы это было доказательством по делам, то есть я бы попросил господина Навального представить с одной камерой, весь вот разговор с одной камерой. И вы увидите, что такое с одной камерой, он не предстоит разговора, потому что видно, очевидно, что это снято с нескольких дублей. То есть этот все разговор, спектакль, то есть там несколько камер включалось, отключалось, то есть каждый следующий вопрос, он не одномоментно идет, а он несколько раз там прерывался, подготавливался. То есть если вы возьмете тот же самый интервью с Гиркиным, помните этот самый господин Гордон? Вот там используется ровно этот же трюк. То есть он как будто бы идет целиковая запись, но на самом деле там я начитал порядка 30 врезок. Он из 30 частей как минимум состоит. То есть там это все замасхировано, именно, то есть обыватель этого не видит. То есть как будто бы вот он читает вопрос, ему Гиркин отвечает. Когда как на самом деле он читает вопрос, а Гиркин, может быть, куда-то уехал, день готовился, и потом только на него отвечает. И так вот оно состоит. А замаскировано-то ровно таким же способом. Так вопросы были бы с ними, с ответами как быть. Игорь, вопросы фиг с ними, с ответами как быть. Там же Кудрявцев говорит прямо, да, трусы вам помазали. Точнее не вам, он же не думал, что это Навальный. Он говорит, вот трусы ему помазали. А еще на это можно ответить, что это бред сумасшедшего. Сумасшедшего в каком плане, что, опять-таки, вы, наверное, помните, даже еще в то время, когда в Донецке там общались они, да, помните, там был такой моментик, нюансик. Сейчас я ключик включу. Бах, включил ключик, и пошла эта самая шифровка. То есть там не слышно никакой записи. То есть они говорят по простому. Телефон обсуждает операцию по убийству Навального. Вы, как говорится, рехнулись, друзья мои. Это какой такой ФСБ, чтобы обсуждать. Вот вы возьмите того же самого Гиркина, я могу вам сбросить, кстати, эту запись, где он рассказывает как раз о том, что на чем валятся дилетанты. Они валятся вот на таких разговорах. То есть ФСБшники на таких, вот на таких, извините, срачей, на таком не попадают. Почему? А потому что них это, извините, в крови, что вот таких разговоров они просто не могут обсуждать ни с кем. Значит, тот человек, с которым общался Навальный, не ФСБшник. Просто поопределили, не ФСБшник. Как хрен его знает. Хрен какой-то с горы, понимаете. С кем он говорил, непонятно. Еще раз вот могу вам скинуть, и там Гиркин об этом прямо говорит, что дилетанты вот так вот попадаются. Ну так вот Навальный-то и говорит, настолько все деградировало, и спецслужбы деградировали, что их на обычный понт можно взять. Простите меня за такое выражение. Понт-то понт, понт-то понт. Но на самом деле то, о чем он говорит, это не соответствует обстоятельствам дела. Это все выморщило, это все вранье, это все разбирается. Почему? Потому что, ну, я уже об этом говорил, что начнем даже с того, что он не был ни в какой коме. Он не был без сознания. Это абсолютно вранье. Понимаете, то, что они обсуждают, они не могли обсуждать, ровно потому, что само то, что происходило на самолете, это постановка. И у меня есть определенные доказательства, есть даже свидетельства врачей на этот счет, что, что там происходило, а это вот когда появились врачи, так называемые медики, ему там помощь оказывали. И там кое-что записалось. Так вот, пускай господин Навальный сядет напротив меня, и мы с ним поговорим по поводу того, что с ним происходило непосредственно в самолете. И вы увидите, вот как он так, он тут бодренько так отвечает, а вот он за мной не захочет поговорить по этому поводу. Потому что он прекрасно понимает, что это все ложь и вранье. И то, что я его на этой лжи и вранье поймаю. Понимаете, просто я вот не готов прямо сейчас прямо это обсуждать, да? Но если он готов встретиться со мной, я ему объясню. Мы господину Навального зовем. Мы всегда его зовем, мы его ждем. У меня уже к нему вообще вопросов нет, но может быть у вас к нему будут вопросы. И последний, у меня к вам вопрос. Каких еще кульбитов нам ждать и сюрпризов от господина Навального? Хотя я, конечно, понимаю, что вы не он, но вы, наверное, неплохо его изучили за это время. Абсолютно, абсолютно. То есть человек ржет ежесекундно. И он артист похлещей Хлистакова, понимаете? Но это опять-таки для дилетантов. Вот если вот предложить ему сесть напротив меня и попробовать со мной поговорить, он немножко... Ну и сядет он напротив вас. Вы человек не того калибра, я человек не того калибра. Не будем на него обижаться, он так считает, имеет, наверное, право на это. Но тем не менее, каких интересных поворотов сюжетных вы теперь ожидаете? Ну и на самом деле, что на этом ничего не кончается. Я вот еще раз говорю, пять месяцев беспрерывно идет, этот сюжет продолжается. Пять месяцев. То есть вся вот история Магнитогорска, я вам напомню, она закрылась ровно через три дня. Хотя она была не меньше интересная. И о ней все забыли. А сейчас обратите внимание, насколько это повторяемо. То есть буквально идет один-два дня передышка и снова вброс, и снова вброс. И вот так это будет продолжаться однозначно. Еще будет приезд господина Навального. Я думаю, он тоже уже не за горами, поскольку он дал уже показания именно то, что от него требовалось. И вот эта вся история, она, скорее всего, будет раскручиваться, конечно. То есть это ровно на этом место не остановится. Следует ждать нам больших-больших сюжетных поворотов. Но опять-таки, они будут происходить именно в стакане воды. То есть ответить некому. Понимаете? То есть вот серьезного ответа, где бы он как бы сам собой играет. Понимаете? Навальный. А сядь напротив меня или напротив хоть кого-то и поговорим о твоем отравлении, господин Навальный. Ну что вот так вот он, понимаете? Вот он сам себе, в собственном соку. Это не очень как бы правильно, я считаю. Ваше мнение понятно. Ваше мнение понятно. Значит, ждем новых па, новых танцев с бубнами на тему отравления Алексея Навального. Я думаю, что эта мыльная опера будет длиться еще долго. Вот этот сюжет, он по меня просто потрес. Это такая наглость, это просто неслыханное вообще нахальство, чтобы вот так вот пытаться, извините, держать всех за идиотов. Это не очень. Еще раз говорю, господин Навальный, ну представьте, представьте видео полностью целиком с одной камерой и все сразу все увидим и все сразу все поймем. Да пусть со всех трех камер просто не смонтированное видео предоставит и все. Со всех трех. Да, представьте, предоставьте, не смонтированное. Да, да. И все будет очевидно и все будет легко. Завершая это интервью, я хочу сразу же в присутствии Игоря Мурзина сделать такое предложение. У нас на канале появилась такая программа называется «Политический ринг». Если вы оппонент Игоря Мурзина, если вы близки к Навальному, а может быть это сам Алексей Навальный захочет скрестить шпаги с Игорем Мурзиным, наш канал к вашим услугам мы готовы вас и Игоря Мурзина свести в одном эфире, в прямом эфире, в программе «Политический ринг». Поэтому милости просим. Всеми фибрами души и всеми руками за. Я готов. Готов. Непременно. Да, мы приглашаем оппонентов. Чтобы вы помнили, я миллион раз предлагаю то же самое сделать по кейсу Немцова и встретиться с господином Прохором, оппонентом моим. Но он избегает даже имя моего произношения. Вот господина Прохорова мы зовем. Мы зовем господина Владимира Карамурзу. Мы зовем любых оппонентов, которые имеют право оппонировать Игорю Мурзину и которых, как оппонентов, Игорь Мурзин ждет. Мы тоже вас ждем. Спасибо за то, что смотрите Сотник ТВ. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас на ресурсе Патреон. А первые две части расследования по отравлению Навального будут в описании к этому видео. Вы, пожалуйста, посмотрите в описании. Там будут ссылки на расследование Игоря Мурзина. Смотрите Сотник ТВ. Сотник ТВ.